Белеза, 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 это новый день, мы в городе Гуаро-Пуаво и держим путь в воздух и голосов. Поэтому присаживайтесь поудобнее, крутите жирный джой и мы начинаем новую серию. Что-что? И тебя в камеру? Достал этот тупой дождь, просто ну и тупейший. Вот наши мужчины, ладно, хоть козырек тут есть, сейчас загрузим вещи и опять целый день ехать по тупому дождю. И как бы там, на этих водопадах, не было тупого дождя, да, Катя, или хорошо? Полноводный водопад, это круто. Он и так самый полноводный в мире, там куда еще воды-то? Куда там воды? Наконец-то закончились дожди. Мы все ехали, показывало, что там сначала в 4, потом в 5, сейчас пишет 6 и мы все едем, едем, а время как будто только не уменьшается. Вот сейчас вот стало 3 часа, но сколько мы все не ржали, час проходит, запишет, осталось 4 часа. Опять час проходит, опять осталось 4 часа. Очень странно, что у нас всю поездку вот мухлюет вот этот навигатор, говорит не столько времени, сколько ехать на самом деле. Вот вроде сегодня уже вечером будем в фозе, погуляем, фоз вроде город большой. Сегодня что-то снимем там, завтра поедем на Парагвайскую сторону, затаримся, возможно там на Парагвайской останемся. А после завтра к нам приезжают наши друзья уже на аргентинскую сторону и скорее всего с друзьями уже встретимся на аргентинской стороне. Так что едем с небольшим запасом, но каждый день у нас под расчет, знаем, что будем делать. Самое главное, чтобы погода нам благоволила. Это долбанный дождь. Здесь какой-то дождь прямо как из ведра, то есть там даже под зонтом невозможно. Мы очень долго ехали в поисках места, где перекусить, реально заезжали в мест 5. И везде говорят с 6 вечера. Что это за придорожное кафе, что работают с 6 вечера, вообще непонятно. Наконец-то насыкнута более или менее большую станцию. Тут Саиды написано. И пойдем поточим. Первый раз после завтрака, уж время 6 вечера. Осталось ехать час, но дети уже не могут. Детям надо движение. Так, обычно это вот так выглядит на всех станциях. Одинаково. Потом тебя сюда начисляют, ты по штрих-коду финиш и плачешь. Необычная станция. Какая-то интересная. С интересными продуктами. Мне пропеллер вот этот нравится. Стилево. Стилево выглядит. Какой тут мясной отдел. О, фильмин. Бонни макарони. Смотри, крем как-то просто вкусный. Да, прикольные. Необычные продукты. Блин. Вот это хочется. Крем гангерзо. Также очень много сыров. Вот прям тетка там. Сырная комната у нее. Уже здесь шашлыганчики. Заготовленные. На шпажках. Прикольные. Прикольные. Ой, все, покушаем. Вот тут тоже эти боди. Ложки. Гигантские. Ножи. Были как-то на заправке, когда только приехали в Бразилию. Там огромный стенд. Короче, ничего на заправке не было. Но был огромный стенд ножей и бонгов. И очень непонятное сочетание мне тогда показалось для заправки. Ножи и бонги. Принесли сейчас, разрекламирую. Да, он говорит, это граппа. И он говорит, это самое мощное, что у них есть. 48 градусов. Говорит, вы русские любите мощное. Советую. Я понюхал, реально очень вкусненькое. Граппу люблю. Не знаю, брать или нет. Нет, конечно, я даже знаю, какой. Да нет, жена против таких экспериментов. Конечно, нет. Да, да, мы туда бригаду. Эсфоза фауана от. Ну и что вы думаете? Тут также все закрыто с шести. Решили уже час доехать до Фозы. И там уже где-то поедим нормально, поужинаем. И уже сейчас дети походят, перетерпят. И можно двигаться дальше. Не знаю, в чем дело. Но почему-то вся дорога от Куритибы, Топлоза, все платные вот эти участки, они почему-то закрыты. И просто вот так бесплатно их объезжаешь. Почему-то все платные участки на трассе Куритиба-Фоз закрыты. И мы едем, по сути, бесплатно. Ни разу не оплачивали. Непонятно. То есть, выглядят они как будто бы старые. То есть, это как будто старая дорога стала бесплатной. Ой, раньше она была платная, стала бесплатной. Либо просто ее не успели доделать. Сама-то дорога отличная. Короче, очень странно, почему так. Но по факту едем за бесплатно. Сейчас зашли в торговик, Кира захотела тут побегать, а это на самом деле зона для собак. Представляете? Видите, тоннель. Фос и гос. Фос до и гос. В итоге мы целый день особо ничего не ели. Приехали в торговый центр и выбрали вот это заведение. Это по классической бразильской теме на вес. Вот здесь сериалов 100 грамм. И выглядит все очень вкусно. Накидал себе уже вот такой набор. И сейчас выберу суши. Зацените. Сладкие суши. Бразильцы любители такой херни. Ну я вот буду вот этого сейчас накидаю. Ой, уже слюнки. Слюнки текут. Абсолютно во всех торговых центрах и даже во многих просто общественных местах есть семейные туалеты. Вот так это выглядит. И первый раз мы видим вот такую мини-ванночку. мыть жопу. Это очень мило. Вышли из торговика. Есть сеть Ортабом. Это матрасы бразильские. В каждом городе салоны. И смотрите, какой прикольный матрас. Парапет для животных, для собаки. Как человеческий, только маленький. Прикольный. И вот мощная тема бразильская. Это вот такая кровать. У нас на много арендных хатах стояла. Где на нижнем ярусе еще одно. Еще один матрас, еще одно спальное место. И получается выдвигаешь и у тебя два ребенка как бы могут спать на двух этажах, так скажем. Потом задвинул и у тебя стоит как одна кровать. Вот очень удобно. Реально офигенные темы. Я почему-то таких особо в России не видел. А здесь они повсеместны. Завтра собираемся ехать на Парагвай в ту сторону. Все как будто вроде как 15 минут. 15 минут до Парагвая. 15 минут до Аргентины. И Парагвай тут как. Зона дюди фри, бестаможенная. Там очень дешевая техника на уровне Китая. И все с Латинской Америки ездят в Парагвай. Именно затаятся техникой. Мы хотим купить два ноута. И хочу сказать, что решил, что то, что мы собирали на Mac Mini 2, это пойдет по итогу на ноутбук. В эту поездку я понял, что мне необходим ноутбук. Постоянно с детьми, постоянно где-то в машине, постоянно на бегу. И чтобы что-то монтировать, что-то делать, это мне надо всегда прийти домой и сесть за монитор. А так я могу в любой момент, там дети вдвоем в машине уснули, я достал ноут, и часик там подмонтировал, просто там, где есть. Это реально ускорит гораздо процесс. И даже сейчас, чтобы записать эту серию, я сейчас раскладываю полный комплект обычного вот этого Mac Mini. Я вложу с собой мумойник. Сейчас эти все провода подключать, все это делать. Понятно, что я тут все еще устанавливаю на зарядку. Но в целом, это тоже... Сейчас буду скидывать файлы. Файлы скидываются толку. Тут только час скидывать файлы. Потом полчаса это все подключать. А так это просто, я могу даже в дороге, прям, снял, сразу достал флешку, сразу скинул на комнату, когда-то тюша может скинуть на комнату с соседним сиденьем, потом туда приедем. И у меня уже будут файлы на жестком диске, пока я просто веду машину. То есть, когда это просто тонко социально, компьютер это не всегда занимает время, тогда, когда ты уже сел за комнату. Поэтому, поэтому, мы, ребятки, собирали не на Mac Mini 2, а на Mac Book. Хочу взять Mac Book Air 15, который 2023 года, в большом размере, на 512 кигов. Он тоже на процессоре M2. Думаю, что должен он потащить все это дело. И монтаж пойдет быстрее, ребят, буду делать ролики еще быстрее, еще качественнее. Спасибо. Спасибо, ребятки, всем тем, кто присылал деньги. Спасибо, что остались на связи. Поснимаю для вас водопады. И, надеюсь, очень скоро мы проедем в сторону Буэнс-Айреса. На связи. Йоу. Валяу, 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 валяу. Итак, мы в Фозе. Очень много слышно испанской речи. Это значит, мы на месте. Здесь реально сочленение трех стран. Я сейчас посмотрел на карте, очень прикольно. Мы сейчас поедем в магазин, и он через мост и пишет, ехать 10 минут. А до аргентинской стороны там ехать типа 15 минут. И все, здесь можно через мостики эти проходить. И люди здесь, у меня здесь пару человек жило, и он говорит, я завтраку в Парагвайе, обедаю в Бразилии, ужинаю в Аргентине. Ну, я думаю, не так все, конечно, просто, не так все быстро. Очень много машин с парагвайскими номерами. Прикольно выглядят сами номера, сами значки необычные. И Брилда Жанейро ни разу не видел. Один раз видел машину с аргентинскими номерами. Представляете? Один раз. Так много жил в Рио, и вообще туда аргентинцы не доезжают. Видимо, это очень, на самом деле, Рио-де-Жанейро очень дорого по латиноамериканским меркам. Это очень дорогой курорт. Еще, что бросилось в глаза, вчера были в торговом центре, как приехали, пошли на обед. Сейчас утром я выхожу тут до машины, туда-сюда ношу. За все это время, за очень много часов, не увидел ни одного черного человека. Все население белое. Это прям резко бросается в глаза, потому что в Рио-де-Жанейро в основном все черные. И очень, короче, тоже другая, по сути, Бразилия здесь. Здесь вообще прикольное место. Вот это, трехстранье. Врываемся в новый день. Прямо рядом с нашим отелем стоят вот такие ticket loco. Loco вообще по-испански, по-португальски это типа crazy. Crazy билет получается это. сумасшедший билет и продают они, я так понял, просто это разная движуха в трех странах. Или только бразильская, не знаю. Продают вот эти. на кораблях, на кораблях, на водопадах, парк, парк Бабугаев. Опа, tudo bom? Ты работаешь с тобой, amigo? Я блогеер, русский блогеер. Русский? Русский. Русский блогеер. Русский блогеер. Матэ... это танго? Да, Мадеоро танго. Самба? Нет, Мадеоро танго. Танго. Ага, аргентинский. Да, аргентинский. Акфос, неожидан. Акки Бразил? Но есть сэмба? Сэмба находится в Рафаэйн. Рафаэйн есть сэмба. Это сэмба рядом с водорослей? Нет, это только изображения. Это на самой дороге. Моторшоу. Моторшоу. Экапарк. Это с папуария? Это папуария. Это с Маркидан. Много джухи. Много джухи. Много джухи. В других лагахах, и в Парагаи есть. В Парагаи есть. В Парагаи есть. В Парк, и в Аргентине тоже. В Аргентине тоже есть. В Парагаи есть. и в Аргентине. А это высоко? Нет, высоко. Высоединяем. Какие оттенки лучше? Мелые вести катараты, Маку Пуфсафари, и в Сити Тур. Вместе в Маку Пуфсафари. Вместе в Маку Пуфсафари. В Маку Пуфсафари. У Сити Тур тоже. Он очень хорошо, Сити Тур. В парке Пуфсафари в передаче с катаратами. Это очень красиво. Вы делаете катараты и парке Пуфсафари в передаче с другом. Очень красиво. А у вас есть... Великоптер? Великоптер. Вместе в Маку Пуфсафари. Сколько стоит великоптер? Вот. 585. 585. 585. 585. 585. 585. 585. Это Тамба. Электростанция. И вот Аргентина, вот Парагвай. Вот так это все устроено. Сегодня мы сейчас поедем, вот прямо сейчас поедем сюда. Через этот мост. Тут сразу как Чиркизон. Тут все процедает самые дешевые цены в Агентинской Америке. Тут как целый город Чиркизон, но через этот мост там сразу же, как вот все рассказывают. царство чертизона начинается и тут аргентина выглядит прикольно вот говорят что самые лучшие виды с аргентинской стороны на водопады ну что водопады на самом деле на бразильской стороне на территории бразилии но виды лучше с аргентинской вот такие дела так это выглядит так снимаем едем по мосту в парагвай очень плотное движение очень много мото копот можно пешком идти на бразильской стороне нас никто не смотрел не досматривал сейчас наверное этот досмотр будет на парагвайской а возможно и не будет по идее там сейчас это как огромный чертизон и на въезд бразилию должны как-то выборочно смотреть что там пользуются так мы в другой стороне блин красиво такой мост огромный высокий в парагвай все затариваются посмотрим погуляем там огромный рынок и даже есть сервисы которые привозят в бразилию именно с стороны все так выглядит что там особо какого-то паста ты и нету не что мы как будто заехали сразу он шоппинг 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 прикол вот мы проехали абсолютно никакого контроля реально на этой стороне так выглядит немножко по-базарненькому очень много не то что по-базарненькому не знаю прикольно уже по-другому по движущей да прикольно прикольно мы едем в магазин не сейв сеть сравнили все цены в комп раз в комп раз парагвай и и чаще всего самые дешевые цены показывают в сети не сей хотим съездить туда спросить принимают ли они песо посчитать по черному курсу выгоднее ли платить в песо если нет то купим ноутбуки сегодня есть и если получается выгоднее расплачиваться в песо то закажем друзьям из буэнос-айрес они нам привезут наличку и купим уже за песо вот так вот мы заехали на территорию испанской речи будем балакать сейчас по испански так припарковались нашли бесплатных так скажем хорошее место где подошел городской парковщик заплатили 8 реалов за 2 часа идем гулять тут реально как огромный черкизон огромный черкизон мы идем посмотреть цены и так скажем покушать заплатили в реалах принимают реалы значит вот надо узнать про разницу с аргентинским песо остановились заточить шаурмятник пробовали в рио вообще не то полная шляпа тут выглядит прям по надежнее много народу вкусно пахнет так вот он чем-то намазал лепешку попробуем по парагвайски шаурма по парагвайски и вот он складывает наверх подогреваться и поджаривать прикольно так вот магазин техники в который мы шли не цей сразу тут фото фото тема реально клетки тут просто можно это затарится по последнему слову очень круто очень круто я то люмиксовый чувак надо посмотреть все по любите а вообще конечно apple см apple пришли на люмикса не видно так системы вот здесь для прямого эфира да но у меня проще мне на 4 камеры здесь на 8 конечно же нет это сама модель дорогая это другая модель есть у соньки тоже этот пичер и печер этот он даже без без ждемая ну-ка а нет есть есть из гима и 9 импутов и с диай 4 с диай другие снимает что тоже какой то есть прикольно прикольно вот это отенсор хвари control это то что мне тоже надо будет делать как это туда выдается я просто развел без управления на компе а так получается можно еще каждую отдельную камеру здесь сделать цвет корр балансировать отдельно есть вот палант баланс белого и сои уже в программе все это настраивает мне на камеру могли имеют вид виды мабша прикольный удели тут круто хочешь купить рюкзак вот тут это сразу видно вейп тема в бразилии вейков нету ну как бы есть но они незаконные очень дорогие поэтому тут короче все затариваются тоже вейпами может и я вейпану а самое интересное что я тут увидел это вот это light green таким вот светящимся логотипом и это cbd cbd приколюшки на самом деле в бразилии вся эта дешевая трава которая продается это все парагваянка видимо тут это все вообще в каких-то космических промышленных масштабах выращиваются и вот это тоже всякое дело видимо видимо есть и капли масла и просто для вейпа наверно а то cbd вейпинг с манго походу я последний целый цепь и будешь ничего вау прикол внутри там все вот сюда смотри есть бэйп и такие одноразовую травой возьмем что не и cbd это короче пружку оттуда убирают оставляют делаксан вот эти практ коммерт пропула если легализацию электронику а если вот она говорит это уже готовы это продают такой трубочки уже забиты эти косики вот такие она говорит вот одноразовая подъется это типа законы парагвая эти комссбд релакс эффекта релакс да релакс все правильно электронику электронику комссбд тамбэй куанта куста 13 долларов 3 70 релакс 70 релакс 70 релакс и вон что то продают сэбэдэ для собак прикинь продают сэбэдэ для собак да да смотри какой счастливый пёс смотри какой счастливый пёс поел cbd это еда для животных сэбэдэ здесь какого чесчимон из цбд вот цбд набрать вот шоколад нет 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 десерты нет ясно новых эээ цэээ на 1 бс ясно эээсно это короче прям прыжка-прыжка не только в CBD а вот прямо вот трава-трава смотрите мы в торговом центре в парагвай но цены много где указаны в реалах в другой стране цены указаны в валюте другой страны у них в Гуарани и так в торговом центре мы взяли вот так вот уже чуть-чуть подъели два сока и кола и это все получилось заплатили в Гуарани пересчеты на реал это получилось 40 реалов вот так в Рио-де-Жанейро на 40 реалов не поесть никогда тем более с напитками ни-когда в торговике такой магазин очень похожий на дьюти-фри их таких очень много очень-очень много разные вкуснятины импортада всяких вот кетчупов видимо с арабских каких-то стран есть халва есть вот какие-то такие продукты очень много разного алкоголя мирового очень много разных приколюх которые в Бразилии не возят потому что там импорт супер мега дорогой а тут можно купить всяких ништяков реально очень прикольно очень тут на самом деле везде гоняют не везде дают поснимать на чтобы вы понимали в этом магазе даже есть вот шлемы и мотоэкипировка тут есть вообще абсолютно все мы уже гуляем глаза разбегаются я первый раз в таком магазе то магазин всего всего прикольного и так у парня кто тут работает спросил можно ли снять он разрешил из других отделов почему-то гоняют странно телефон сел самом деле много мест где говорят на профкамеру нельзя снимать на телефон можно где-то и на телефон нельзя снимать но тут короче разрешил чувак прикольные шлемаки первый раз вообще чтобы такое было тела как бы в общем в магазин 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 называется china shopping в торговом центре париж shopping и вот тут разные сумки смотрите я тоже первый раз вижу такая подкова на бензобак прикручивается и у тебя крепление и потом можно вот так на вот это крепление прицепить сумку и получается сюда телефон ложишь очень прикольно короче если где-то еще дадут поснимать еще поснимают но поверьте магаз топовый доехали до отеля заселились примерно такая же цена как в парагвай решили лишний раз таможню не проезжать нам уже на улице подходил агент по миграции мы заказали шаурму и он там тоже ел и он поверьте русские да как проходили контроль проходили ли мы на машине проехали ничего не отмечали не там ли только те кто живут в хозе могут ничего не отмечать и кто получается едет не дальше 30 километров глубь страны остальные все из других регионов бразилии должны ставить отметки загранники если нет то это штраф он горит я на обеде штрафовать вас не буду но вообще знаете что это незаконно поэтому лишний раз туда-сюда короче мотаться не хотим никаких отметок ставить не хотим остаемся здесь потому что там где мы были ноутбуки которые мы по сути хотим купить они самая дешевая цена в другом месте тут сайт компраз парагвай сравнивать все цены в общем хотим завтра дойти до другого места еще мы нам нужен свет живем мы видели в магазе думали сравнить цены и тоже в том который по итогу очень сегодня задаривались чина шопинг там этого света не было также мне нужны петлички у катюши есть ланди я хочу себе петлички получается с микрофоном джеком чтобы можно было ставить на вот эту профессиональную люмекс камеру через этот джек если что можно записывать на iphone через переходник поэтому мне нужны петлички с джеком ну что ребятки закончился наш третий день crazy мазафака шоппинга мы заехали в номер сейчас я все разгружаю вчера уже на ноутбук установил все что нужно постараюсь сегодня же вам вступить уже с нового компа серийку если честно очень сильно устали шопинг это реально очень сложная работа без шуток и чё обязательно сделаю серийку покажу вообще все свое оборудование как мы куда-то доедем я нормально пробазируюсь и раз и разложусь также завтра мы встречаемся наконец-то с нашими друзьями с артуром зотовым с женой и детишкой они заезжают за нами мы едем на микробусе на целый день по бразильской стороне по всем всяким приколам скорее всего послезавтра также на бразильской потом поедем на аргентинскую все буду снимать на камеры с дрона и будет очень много контента с водопадов и со всяких приключений поэтому надо сегодня обязательно домонтировать чтобы это все у меня не оставалось на потом также ребята хочу вам сказать огромное спасибо всем тем кто скинул денежку на mac mini 2 как вы поняли уже день денежка пошла не на mac mini 2 она macbook air 15 потому что я все время в пути не надо все время это все монтировать в дороге на самом деле дома не сидим и когда я прихожу там 8 вечера домой там пока уложишь детей спать это все вот это монтаж там около 12 часов 12 до 2 очень утомляет поэтому мне нужна возможность тут уснули в машине дети вдвоем там с 10 до 11 я достал ноут сразу что-то под монтировал куда-то мы пришли в кафе . ушла там в детскую комнату на час залипла допустим мелкий уснул я тоже у меня сейчас их достать это все подмонтировать короче но вот мне максимально нужен а если я беру новый ноут то мне и mac mini 2 по сути не нужен что основную работу я буду делать на ноуте поэтому ребятки честно скажу что собралось 15 процентов примерно от стоимости бука да это немного но это все равно приятная денежка которая по сути упала с неба огромное спасибо всем тем кто перевел денежку сейчас еще раз появятся имена красавчиков вы просто красавчики волео 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 белиза 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 спасибо что смотрите скоро будет новые серии скоро будут водопады будет аргентина и будет много интересных движухи до скорых встреч волео 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 ел